Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим об органах государственной власти в Казахстане. У нас в гостях Максим Казначеев, политолог. Здравствуйте. Добрый день. Я просто почему попросил вас прийти в студию по этому вопросу. У зрителей нет целостной картины, кто все-таки главный в стране. Давайте по порядку начнем. Формально же это президент со своей администрацией? Формально президент со своей администрацией, но в соответствии с кондиционными изменениями 2017-2018 годов, президент со своей администрацией обеспечивает только оперативное управление страной. Принятие стратегических решений, выработка стратегических решений по социально-экономическому, внутреннему и внешнеполитическому развитию страны, а конституционно закреплена за Советом Безопасности РК. И президент Такаев является всего лишь навсего одним из членов этого Совета Безопасности. Вот так. То есть там президент не главный. Если мы берем партию власти Нур-Атан, там президент тоже один из членов. Или Нур-Атан он не является таким институтом государственной власти? Нур-Атан не является институтом государственной власти. Это просто машина, которая обеспечивает неформальный контроль за бюрократическим аппаратом и всей пирамидой государственной власти, которая идет вниз. То есть в первую очередь бюджетники, силовики, военные и так далее. Это один из инструментов обеспечения функционирования, выполнения госорганами своих функций во многом неформально. Все-таки неформально. Хоть это и политическая партия, и есть парламентские фракции, и все такое. Ну, у Нур-Атана есть несколько принципиальных отличий от классического определения политических партий. Если обратиться к классикам политологической мысли, то любая политическая партия, она, во-первых, обеспечивает агрегацию интересов избирателей и их артикуляцию в политическом поле. Партия Нур-Атана этих функций не выполняет. Теперь у нас есть парламент в виде Сената Верхней Павланы и Можилиса. У них функции в структуре власти какие? Функции Сената и Можилиса в структуре власти предельно простые. Эти два института обеспечивают правовую легитимизацию тех решений, которые принимаются Советом Безопасности Казахстана и далее по всей исполнительной вертикали. То есть, президентской администрации, правительством. В этом смысле, конечно же, говорить о независимости представительной ветви власти мы не можем. Правительство можно определить как самостоятельный орган власти? Правительство в данной конструкции выполняет оперативное управление еще на одну ступеньку ниже. То есть, определенные решения, которые принимаются на уровне президентской администрации, оперативные, они расшиваются по отдельным направлениям, по отдельным сегментам ответственности и уже реализуются министерствами и другими агентствами, которые существуют. Ассамблея народа Казахстана, поскольку ее сделали конституционным органом, она чем-то отличается от Министерства по делам этнических меньшинств? Отличается. Дело в том, что Министерство по делам этнических меньшинств по сути, по логике, это органы исполнительной власти с определенным набором полномочий и функций. Агентство, ой, извиняюсь, Ассамблея народа Казахстана это все-таки такой в большей степени представительный орган. То есть, в свое время ее называли Третьей палатой парламента, но, конечно, на статус Третьей палаты Ассамблея не потянула. Она обеспечивает своеобразную, выступает в качестве зонтичной структуры для различного рода государственных акций в сегменте межэтнической, межконфессиональной политики. А вот такие, скажем, декоративные, не декоративные, не пойми. Вот Национальный совет общественного доверия. Ведь какой-то же смысл в этом органе есть? Есть. Национальный совет общественного доверия создавался для того, чтобы продемонстрировать с пиар точки зрения открытость власти новым веянием, в определенной степени разрядить обстановку в обществе после начала транзита власти в 2019 году. И плюс ко всему Национальный совет общественного доверия выступил своеобразной площадкой по всесторонней оценке наиболее активных лидеров общественного мнения. Президент Такаев лично со многими встретился, оценил сильные и слабые стороны и впоследствии принимались решения по их кооптированию в органы государственной власти. Ну, как бы, как мы вот увидели в рамках последних выборов, в первую очередь представительной власти в Мажелис и в Маслехата. А вот такие вещи, как Высший совет по реформам, они какую-то властную нагрузку в себе несут? Ну, я думаю, что нет. На данный момент пока нет. А они все-таки выступают в качестве советчиков, то есть консультативных органов, в рамках которых предпринимаются попытки выработать некий альтернативный сценарий, развития страны. Ну, это все, все эти сценарии, они не имеют никакой законной силы, то есть они все в любом случае после выработки и как бы вот, ну, определенный там превращение в некий документ должны пройти одобрение через совет безопасности РК. Я просто еще раз объясню причину, которая побудила разобраться в хитросплетении государственного устройства. Люди, с которыми общаешься в разговоре, они сейчас говорят 0-1. И каждый вкладывает свое понятие. Для одних 0-1 это Токаев, для других 0-1 Назарбаев. И с той картины, которую Вы рассказали, получается, что 0-1 это все-таки первый президент Султан Абищевич Назарбаев. Да, потому что он в статусе пожизненного председателя Совета безопасности будет, вот насколько позволят временные рамки, будет определять стратегические приоритеты развития страны. А президент Токаев будет их реализовывать в оперативном режиме направления. После того, как в силу биологических причин вот этот элемент из конструкции будет убран, она вся будет переработана? Безусловно. Эту всю конструкцию, эта вся конструкция выстроена под фигуру первого президента. И вот проблема, то есть как бы незавершенности нашего транзита власти, она в этом и заключается. После прекращения выполнения Наштаном Назарбаевым функций председателя Совета безопасности, всю вот эту структуру власти, принятия решений, неформальных решений и как бы потом формализация их в виде работы, там нормативно-правых актов и так далее. То есть всю эту вещь придется перерабатывать. Большое спасибо. У нас в гостях был Максим Казанчаев. Мы разбирались со структурой власти в Казахстане. До свидания. До свидания.